Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на видеоблоге Незурядных людей в разделе «Практическое путешествие». Сегодня у нас еще раз выезд на невосстановленную, скажем так, линию Сталина, то есть не на историко-культурный комплекс. Значит, внизу сейчас у вас ссылка появится. Это то, что мы первый раз ездили по Минскому укрепрайону. Вы можете посмотреть, там достаточно, скажем так, характерные доты есть и очень разные. Сегодня мы приехали в батальонный район 10, того же Минского укрепрайона, и сейчас это территориально Держинский район Минской области. Ну, не скажу, что здесь именно представлены будут различного вида доты, как это было в прошлом сюжете. В основе своей тут будут именно пулеметные доты и один, собственно, полукапонир на две пушки. Но будут здесь интересны свои особенности, так что не переключайтесь, будет интересно. Сначала мы подошли к доту номер 23, и буду я все время говорить вот эти вот их номера, потому что внизу, опять же, под видео ссылочку вы можете видеть на сайт ребятmeridian28.com, на котором, собственно, карту эту можно найти. И ссылка на карту будет внизу, и потом в ссылке сообщества ВКонтакте с фотографиями из этой поездки. То есть, вот, судя по этой карте, если кто-то захочет, допустим, сам покататься, посмотреть, вы можете видеть, собственно, какие доты мы именно посетили. Вот это вот именно номер 23. Внутрь его мы не полезем, потому что, собственно, вы видите, вы на фоне там кладбища сзади, это, собственно, край Держинска на окраине города он находится. Ну и, соответственно, конкретно так загажен, поэтому попросту лазить туда не хочется. Полукапонир номер 046. Смотрите карту. То есть, значит, пушечный ДОТ на две пушки. 76-миллиметровая, то есть, в одну сторону, скажем так, только направлена. Действительно тоже удачно то, что он практически вот в уровень с землей сейчас. Там даже что-то раскопано вокруг, мы подойдем тоже посмотрим. Что здесь интересно? Ну, вы видите, вот остатки вот этих вот металлических тут арматурин и уголков. Собственно, на них вешался маскировочная такая, сетка маскировочная. То есть, маскировался именно ДОТ. ДОТ внутри разрушен внутренним взрывом. Значит, люди, которые сюда с Меридиан-28, как я понимаю, ходили, смотрели его перед нами несколько лет назад, наткнулись на местного жителя. Вроде как он рассказал, что это именно не во время Великой Отечественной войны тут рвануло, а где-то в 80-х годах что-то как будто испытывали. Ну, заложена взрывчатка была достаточно большая. Пойдемте посмотрим. Ну, вот как-то так. Можете видеть разрушение. Оператор сейчас немножко поездит туда-сюда, посмотрит, как это вообще шарахнуло. Наверху, на крыше, не знаю, возьмет ли сейчас камера, но чуть-чуть что по фотографии можете посмотреть. Я сниму, то есть, на металлическом этим покрытии видно осколки, как повредили его. И вот такой вот большущий здесь взрыв. Конечно же, ничего больше не осталось. Собственно, именно то, что к ДОТу относилось. Но немножко, если подойти сюда, вот отсюда посмотреть вниз, видно внизу какое-то крепление. Видимо, там как раз-таки и стоял дизель-генератор. Вот как раз-таки место Амбразур, то есть, откуда пушки смотрели. И здесь отличие, собственно, от полукопанира, которое мы видели на предыдущем сюжете. Вот, можете обратить внимание, внизу гильзоприемник именно сюда. То есть, там был в ДОТы, собственно, гильзы скатывались. Здесь они вот сюда вот выпадали. Ну и яма какая-то была. Видимо, с одной стороны здесь не откопано, с другой стороны откопано. Наверное, черные копатели, наверное, побывали. Вот. Ну и что еще хотелось бы упомянуть. Вот. Взрыв, конечно, может быть, внутренне было в 80-х годах. Но такое чувство, что ДОТ все-таки принимал участие в боях. Потому что, вот обратите внимание, немножко поближе подойдем. Есть места попадания, собственно, в Амбразуры. Может быть, опять же, конечно, и в советское время тренировались здесь артиллеристы. Пока что, к сожалению, я данных о боях этого полукопанира не нашел. Следующий пулеметный ДОТ номер 22. И вот здесь вот как раз-таки достоверное сведение есть о том, что принимал он участие в боях летом 41-го года. И очень конкретное разрушение. То есть, долбали в него, видимо, из различных видов артиллерии. Правда, никаких воспоминаний не сохранилось. Кто здесь воевал, какие результаты пошли. Но, скорее всего, бой именно был. Ну что ж, давайте попробуем внутрь заглянуть, спуститься. Итак, вот здесь вот, собственно, остатки системы, видимо, подвода воды. Собственно, для того, чтобы охлаждать пулеметы. Ну и вот это вот то, что очень часто, собственно, в ДОТах находим мы. То, что видно, как-то почему-то не снимали, то ли тут болзы-то слишком здоровы, то ли что. Это вот это та самая РЗ-36, оружейная заслонка образца 36-го года. То есть, место обороны входа в ДОТ. Если на входе враги прорвались, отсюда можно стрелять из винтовки или пистолета. Этот, собственно, пулемётный ДОТ на две амбразуры. Ну и здесь, я не знаю, возможно, его всё-таки штурмовая группа брала, потому что видны какие-то внутренние разрушения. Тут всё как-то помято немножко криво. Вот это вот тут ниша, где, собственно, патроны хранились. Даже здесь как-то что-то облуплено. Ну и вот, видите, внутренним взрывом что-то, что-то было покорёжено. Пулемётный ДОТ номер 24 по карте. Ну, вот это вот самое интересное, наверное, на нашем сегодняшнем пути точка. Не в плане того, что у неё там вообще внутри, а в плане того, как её найти. Вы видите вокруг лес. Порос за 75 лет тогда. Конечно же, изначально этого леса не было. И здесь вот, скорее всего, с большой вероятностью можно утверждать, что оборону наши войска держали. Вообще сама эта местность представляет из себя такой большущий-большущий холм полукругом, который выставлен. И ДОТ пулемётный находится на его практически центральной части. Вокруг сохранились куча окопов. Фотографии, конечно, будут и сейчас, да, но и ВКонтакте в группе можно будет посмотреть в новости. Но на фотографиях очень плохо, конечно, это видно. Зато по окопам именно этот ДОТ можно найти. То есть вот на окопы наткнулся, вдоль них иди, тогда найти можно. Потому что так просто его обнаружить очень сложно. Ну, любопытно то, что на нём ещё умудрилась ёлка вырасти. Наверное, не знаю, лет 50 ей было, когда она упала. Совсем недавно. Ну что ж, давайте внутрь залезем, посмотрим, что там есть. Одно из, собственно, мест пулемётчик, один, который сидел здесь, ну, немножко станину здесь попросту спалили. Видно, что горело. Ну и здесь вот то, что не сохранялось как раз-таки на других ДОТах, то, что в первом сюжете мы видели. Здесь броневая заслонка даже толщина, да, не знаю, сантиметра, наверное, 3-4, собственно, у самой этой броневой заслонки. То есть, но пулемёт был всегда защищён. В общем-то, из интересного в этом ДОТе, наверное, и всё. Надеюсь, сейчас хоть немножко видно это, собственно, на камеру. Буквально немножко мы отошли от этого ДОТа и наткнулись на очень характерную яму. Собственно, в литературе так и было написано, что совсем рядом здесь находится котлован под ещё один ДОТ, который должен был, собственно, быть сделан, но его сделать так и не успели. Итак, друзья, конечная точка нашего сегодняшнего маршрута – это по карте ДОТ номер 265. Стою я прямо в его руинах, уничтожен он внутренним взрывом. Вроде как, по различным данным, действительно его брала штурмовая группа, уничтожила, а потом ещё полностью подорвали. Он сейчас находится на краю приусадебных участков, дачных участков. Ну и из него сейчас, в общем-то, мусорку сделали. А вообще любопытно, может, здесь как раз-таки кости наших солдат где-то лежат под землёй. Последняя точка маршрута. Итак, это был батальон РН-10 Минского крепрайона. Практическое путешествие на видеоблоге незаварядных людей. Я желаю вам путешествовать самостоятельно, присоединяйтесь к нам, то есть в ВКонтакте можно обратиться. Мы ездим по Беларуси достаточно часто. Это, ну, что минчан касается. Всем остальным, будьте здоровы, до свидания. Продолжение следует...